Роспотребнадзор обеспокоен стремительно распространяющийся в полиском ВИЧ-инфекции. По данным ВИЧ-инфекции, только с начала этого года зараженных жителей нашего города вирусом иммунодефицита человека стало на 141 человека больше. Показатель заболеваемости составил 3305 случаев на 100 тысяч населения. ВИЧ-положительный статус подтвержден у более чем 3% человек. Статистика опровергает распространенное мнение о том, что ВИЧ чаще выявляют у молодых людей, ведущих беспорядочную половую жизнь. Почти половина инфицированных – это люди от 30 до 39 лет и старше. Это социально адаптированные слои населения, служащие – рабочие. Диспансерное обследование прошло 1360 человек. Из них 87% были обследованы на туберкулез. Всего в полиском зарегистрировано 338 случаев сочетанной патологии ВИЧ плюс туберкулез. За третий квартал 2016 года таких случаев выявлено 89. Так как у нас увеличился объем женщин инфицированных ВИЧ, поэтому и возросло количество детей, которые рождаются от таких материи. Всего от ВИЧ-положительных мам родилось 499 малышей. На сегодня диагноз подтвержден у шести таких ребят. Стоит отметить, что все семьи, где воспитываются ВИЧ-положительные дети или есть ВИЧ-инфицированные граждане, находятся на особом контроле у социальных служб города. По информации комиссии по делам несовершеннолетних о том, что родители, имеющие детей с диагнозом ВИЧ, не посещают врача-инфекциониста, работа проведена в 20 семьях. С данными семьями заключены договоры о социальном патронаже. В ходе социальных патронажей с законными представителями проводится профилактическая работа, консультируется по законодательству права родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными. Дальше с этими гражданами, имеющими ВИЧ-инфекцию, в дальнейшем также будут проводиться консультации по вопросам психологического принятия этого диагноза, по формированию и укреплению приверженности к лечению приема препаратов, содействию в проведении своевременного обследования ребенка, определение его ВИЧ-статуса, формирование установок на ведение здорового образа жизни. Стоит отметить, что не все ВИЧ-положительные граждане желают проходить лечение от вируса иммунодефицита человека. Охват антиэротровирусной терапии составляет 98%. Чем руководствуются 2% отказников, неизвестно. Среди них есть как только что выявленные пациенты, так и те, кто знает о своем диагнозе не один год. Отдельная же категория полевчан – это те люди, кто еще не знает свой ВИЧ-статус. Обследовано 198 лиц, употребляющих наркотические вещества. Процент выявления положительных результатов составил 12%. Обследовано 369 больных инфекциями, передающимися половым путем. Из них 3,5% положительных результата. Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 6 человек, среди ни одного положительного результата не выявлено. Пройти обследование на ВИЧ можно сразу в нескольких пунктах. Существует два вида забора крови – это лабораторное обследование и экспресс-анализ. С начала года кровь с целью определения своего ВИЧ-статуса сдали 10446 граждан нашего города и 12 иностранных граждан. Из общего числа всех обследовавшихся 77% сдали кровь на анализ добровольно, 16 – планово и 6% по показаниям. Распространение ВИЧ-инфекции на территории Полевского осуществляется как и парентеральным путем при употреблении наркотических средств, так и половым путем примерно в одинаковом соотношении. Внутри больничного инфицирования не зарегистрировано. Если наркотический путь передачи преимущественно встречается у мужчин, то у женщин это половой. Это прежде всего говорит о необходимости укрепления института семьи и семейных ценностей. Печальная статистика в полевском и по умершем от вируса иммунодефицита человека – 615 полевчан. 92 из них ушли в мир иной в этом году. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.